Так, итак, всем привет! Сегодня мы находимся в Женеве на автосалоне и сегодня я вам расскажу про самые интересные, на мой взгляд, автомобили. Долго, наверное, не будем стоять, ждать и сразу же начнем. Начнем с самой громкой премьеры, я думаю, для нашего российского рынка, новой Audi Q7. Наконец-то, после 10 лет, автомобиль обновился, вы прекрасно видите, автомобиль VSA-200. Почему-то нервно у нас в самом нижнем положении, поэтому он выглядит очень низким. Автомобиль построен на новой платформе MLB, в дальнейшем на этой же платформе выйдет у нас новый Cayenne, новый кроссовер от Lamborghini, Bentley, возможно и Touareg. Основное, естественно, отличие. Автомобиль от предыдущего стал немножечко легче, на 330 килограмм. Он стал покороче и поуже, но высота осталась неизменной, и колесная база практически тоже. Ну, ничего общего нет с предыдущим автомобилем, абсолютно новый кузов. Эта версия конкретно, как мы видим, с трехлитровым дизелем. Новые вот эти вот грани, боковые очень красивые. Но неплохо смотрится. Неплохо смотрится автомобиль. Сейчас я вам попробую показать его уже в нормальном состоянии. Это новый E-tron и в синем цвете, когда он поднят повыше, то автомобиль уже как-то уже похож на такой внедорожный кроссовер. Но вернемся к нашему автомобилю. Пока для российского рынка будут доступны два двигателя. Сейчас я попытаюсь открыть капот. Здесь у нас установлен дизель 3 литра 249 лошадей. Я думаю, что он намного мощнее, но для нас, в принципе, чтобы обойти налоговые платежи, сделали вот такую мощность по документам. И бензиновые 333 лошади, 3 литра TFSI будет доступен. Все будет агрегатироваться с восьмиступенчатым Tiptronic'ом, роботом. О, нет-нет-нет, это не роботом, автоматом. Старый добрый Торсон у нас ушел на покой. Теперь у нас здесь новый самоблок. С моментом 60 на 40 будет у нас он распределять момент. Он стал более легким, но по принуждению до 70% он может моменты кинуть наперед, и до 85% он может кинуть на задние колеса, сиденья, обратить внимание. Вот сочетание мне очень нравится от рыжих сидений, темного салона. Ну, тот, кто ездил на предыдущих или видел предыдущий салон Кусей, можно смело меня понять, потому что ничего общего нет с предыдущим Кусей. Полностью новый салон, очень интересный селектор и очень много японцев с китайцами, которые проявляют огромный интерес к этому автомобилю. Темная Аликантара, все как мне нравится практически. Слушай, не понимаю китайский, поэтому не могу вам перевести, что они не думают. Надо сделать похожие автомобили. Система климат-контроль очень интересная. Естественно, система достава без ключа у нас, наверное, уже будет в базе. Новый дисплей, такой же, как на новой ТТ, обратите внимание. То есть ни стрелок, ни ханических, ни каких-то приборов, теперь колодцев, там, цельнометаллических вы не увидите. Везде у нас теперь электроника. Огромный сенсор в центре. Вот этот вот джойстик. Обратите внимание, как кнопка паркинг интересно расположена. Электронный ручник. Система отключения, кнопка системы отключения старт-стоп. Ну, здесь у нас много различных... Кстати, мы можем состыковать автомобиль с нашим андроидом или айфоном. Он легко его прочитает, поэтому здесь все по-немецки. А вот основное меню. Телефон, навигация, карты, ауди-коннект, настройки автомобиля. Да, к сожалению, немецкий для меня пока язык мне непонятный. Дисплей, кстати, два вида. В зависимости от комплектации, 7 дюймов и 8,5 дюймов. Два дисплея. Ну, естественно, чем богаче комплектация, тем больше дисплей. Обратите внимание, система климат-контроля. Прямо в регуляторах у нас подсвечивается температура. Температура. Очень оригинальное решение. Вентиляция сидений. Ну, естественно, что все, мне кажется, есть в этом автомобиле. Очень качественная кожа, строчка. Ну, а комплектация, думаю, эта не из дешевых. Пока цены не объявили. Обратите внимание, как щиток у нас смотрится в выключенном состоянии. Вот так мы его включаем. Цены пока не объявили, но в Германии он стоит 61 тысяча евро. Вот даже если по нашему курсу сейчас посчитать, вырисовывается. Ну, я думаю, сделает цену где-то 3, в базе 3-3,5 миллиона. Примерно она будет стоить, она так же. Кстати, шасси может быть полноуправляемым. За дополнительную плату вы можете заказать. И у вас задние колеса в противовес, так скажем, передних, будут на противоположный угол с помощью электроактуаторов поворачиваться. Так что шасси будет полноуправляемым за дополнительную плату, естественно. Ну и пневма также у нас сохраняется. Вот, кстати, расположение кнопок на руле практически не изменилось. Вот эти ручки в стиле А7. Дополнительные стойки появились в районе передних окон. Скорее всего, для увеличения жесткости кузова. Дефлекторы теперь у нас объединены в одну такую дизайнерскую линию. Тут у нас пепельница. Ну, салон, конечно, производит впечатление нового космического автомобиля. Естественно, видим, да, что снимаем без оператора. Таким образом он у нас убирается. Но, кстати, салон от этого не теряет в своем дизайне. Это как дополнительный такой дисплей-бонус. Очень хорошо прорисована навигация. Но, к сожалению, мне кажется, не думаю, что российская так будет прорисована хорошо. Хотя, кто знает. Давайте попробуем сесть назад. Интересная очень грань боковая, обратите внимание. Шикарно сделано. Задние сидения у нас смогут двигаться отдельно друг от друга, вперед-назад. Причем мы можем регулировать пространство за собой. Вот сейчас сажусь сам за собой. А, здесь у нас раздельный климат-контроль. Четырехзонный на данный момент в этом автомобиле, в этой комплектации. Почему-то я не могу их включить. Скорее всего, надо завести двигатель, но мне сейчас это не позволит сделать. Место есть. И надо отметить, что средний ряд сидений отодвинут до упора вперед. Шторки боковые. Давайте посмотрим багажник. Также у нас задние фонари остаются на крышке, как и на предыдущей. Естественно, у нас три ряда сидений. Объем багажника с тремя рядами. То есть, когда у нас все сидения подняты, 295 литров. А если мы все сложим, почти 2000 литров. Пневмы, естественно, у нас немножечко приспускают в заднюю часть. Для удобства погрузки крупного багажа. Здесь должна находиться запаска. Такого же надо. Вот. Ну, в принципе, все. Вкратце, еще одна громкая премьера от Audi. Новая R8. Соплатформенник Lamborghini Huracan. Теперь мы не увидим больше V8. У нас теперь только мощный V10. Атмосферный, с сухим картером. Естественно, комбинированный впрыск. 610, либо 540. В зависимости от версии. Есть еще версия R8 V10+. Вот там 610. А 540 вот конкретно в этом автомобиле. В базе. Распределение крутящего момента. Теперь у нас идет через муфту. То есть, на передние колеса через муфту подается момент. Самоблокируешься. С динферсионной задней машины. Вот я сейчас смотрю. Очень-очень красивая. Очень красивая. Естественно, у нас механической трансмиссии не будет. Только 7-ступенчатый мощнейший робот. Примерные. Примерные. Динамические показатели. Ну, давайте посмотрим салон. Ну, места, конечно, по сравнению с Q7 его в принципе нет. Так, как же нам зажечь приборную нашу? А, вот все. Вот у нас огромный тахометр в центре. Примерно до 100 версия базовая 540-сильная будет за 3,5 секунды разгоняться. Версия 610-сильная V10+, примерно за 3 секунды. Максималка 330 км в час. Это просто бомба. И очень красивый автомобиль. Эффектный. Ну, из остальных пример. У нас AX35 сходит с дистанции. Более большой, более широкий, с более большой колесной базой. Новый Hyundai Tucson. У нас будут доступны два двигателя. 135 лошадей и 175. Оба 1,6. Но последний с турбонаддувом. И дизеля 115 и 184 лошади. Оба 2-литровые. Машина очень похожа на новый Hyundai Santa Fe. Как вы видите, салон очень просторный. Причем в комбинированном цвете он смотрится неплохо. Светлое сиденье добавляет объема. Но вот неплохо. Вот, давайте сядем посмотрим. И тишина. Но вот хочется сказать, что все равно вот это вот. Ну, конечно, может быть, я сейчас насиделся в Audi, но старовато тут все смотрится. Но, с другой стороны, огромный дисплей, климат-контор раздельный, автоматические и механические коробки передач будут доступны. Ну, сделано все неплохо. Ну, я примерно думаю, машина будет стоить в базе 1,2 и где-то 1,6 млн в максималке. Новые L200 презентовали тоже абсолютно новую внешность. Обратите внимание, что-то он правда напоминает. Новый двигатель 2.4, алюминиевый дизельный, будет доступен в пенчатая механика. По салону заявляют то, что, в принципе, автомобиль стал... Улучшились материалы отделки и улучшилась шумоизоляция. Так, в принципе, первая часть у нас нашей передачи заканчивается. Ждем вторую.